Сегодня вышла посадить свой чеснок и сейчас хочу рассказать вам, что еще можно садить под зиму. Со штатива снимать мне очень сложно, до сих пор не знаю, видна ли моя голова или нет, но надеюсь, что меня видно. Вот смотрите, под зиму можно сажать очень много. Это мы уже говорили, лук, чеснок, кроме этого морковь, свеклу и кроме этого много зелени. Петрушка, укроп, салат. Но вы, если вы еще ни разу не делали такие посадки осенние, должны понимать, вернее не понимать, а знать. Знать нужно обязательно, что лук и чеснок мы садим в мягкую землю до наступления морозов стабильных. То есть это лук за три недели примерно, а чеснок там более размытые сроки, можно за 30 дней. Можно за 40 дней. Некоторые садят вообще накануне морозов. Он более-менее морозоустойчив, он не вымерзнет. Если лук и чеснок мы стараемся посадить до наступления холодов, то такие культуры, как морковь, свекла и вся зелень, мы должны садить обязательно в мерзлую землю, в промороженные бороздки. Вот этим отличаются вот эти посадки одних и других культур. Потому что если мы посеем, например, морковь, свеклу, зелень рано в теплую землю, ну ладно, морковь может позже взойдет, но такие, как салат и свекла, они могут взойти быстро, и когда наступит мороз, они обязательно замерзнут. Я обычно этим не занимаюсь, потому что тут свои проблемы. Нужно сделать заранее грядку. Вот, например, если вы хотите посадить морковь под зиму, грядку вы можете сделать сейчас, бороздки нужно сделать сейчас, потому что, как вы понимаете, в замерзшую землю вы же не сможете бороздки сделать. И все это оставить, а тот грунт, которым будете прикрывать, его нужно куда-то в ведро, в мешок, в лоток приготовить и оставить в теплом месте, где он не замерзнет, то есть в каких-то сараях или, может быть, даже в дом занести. И неважно, даже пусть выпадет снег потом, когда вы будете сеять там в конце ноября, некоторые даже в начале декабря сеют, бороздки будет видно, и семена по этим бороздкам можно рассыпать, и сверху вот этим грунтом, который вы держите, но в незамерзшем состоянии присыпать, все. Семена не вымерзают, пусть они даже будут у вас ничем не укрыты, они не замерзнут, с ними ничего не случится. Весной они раньше проклюнутся. Многие делают такие вот осенние посевы, но я не делаю почему, потому что у нас будет мерзлая земля только в конце ноября, но в середине или в конце ноября, обычно вместе со снегом. И мне, я вот два раза пыталась, и обязательно, если я делаю какие-то вот такие подзимые посадки, это уже очень холодно, обязательно простыну, а на овчинка выделки не стоит. Ну, ради эксперимента так, один рядок можно посадить и все. Но вообще для меня это проблематично, потом ходить по этой тут померзлой земле, присыпать снег, разгребать, я не хочу. Но показать я могу, когда будет потом поздно, но еще раз хочу напомнить, что все остальные, кроме лука и чеснока, обязательно в подмерзшую землю, в подмерзшие бороздки. И ясно, что вы вот так загребсти уже не сможете, нужно заранее заготавливать землю для укрытия, грунт, вот это все. Вот это основное, что я хотела сказать. Сейчас я пойду садить чеснок. У нас в этом году все сместилось. Лук я уже, конечно, посадила, я показывала, я уже замульчировала растительными остатками. За чеснок еще не бралась, потому что стояло очень долго тепло. Сейчас, вот как вы видите по моему обмундированию, что к нам тоже пришло немножко похолодание. И вот такая погода как раз хорошая для посадки чеснока. Я чеснок всегда сажу позже лука, потому что он, я уже еще раз повторю, он более морозоустойчивый, он не боится этого замерзания. Некоторые люди даже в мерзлую землю иногда садят, он все равно выживает. Но я в этом году посажу сейчас, прикрою так же, как лук, потому что многие говорят, что в этом году чеснок вымерз, у меня ни разу так не было. И все. Это будет моя последняя работа в огороде. Чеснок посажу, закрою, и можно будет спокойно идти домой. Как раз выпадет снег. Многие спрашивают, что мы будем делать зимой. Вот зима, это как раз тот период, когда нужно подковываться теоретически. И вот у нас зимой начнется та самая огородная азбука. Все начнем с начала. Добавилось очень много новеньких, тех, кто будет первый год выращивать. Или в этом году только начал, ничего не получилось. Буду снова рассказывать, как тару готовить, как грунт готовить, как проверять схожесть семян, как ускорить появление вот этих вот всходов, чтобы они там не загнили семена. Все буду говорить о семенах, о сортах, обо всем, обо всем, обо всем. И еще, что очень важно, как я поняла, многие не пользуются этим и не знают. Зима, это тот самый благоприятный период, когда мы должны восстановить свой организм. Мне очень часто каждый день пишут, откуда у вас столько энергии, где вы берете силы в вашем возрасте, и огород такое количество. Вот я вам и расскажу, как брать силы, как я восстанавливаю себя. Если я летом выхожу, и мне некогда собой заниматься, я все работаю, 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 то зима, это тот период, когда я занимаюсь собой. Каждый раз после своего дня рождения, 29 сентября, я сажусь, во-первых, на диету, потому что летом диету соблюдать невозможно, мне некогда. Расскажу, на какой диете я сижу. Потом начинаю делать гимнастику для восстановления спины, потому что спина, это больное место всех огородников. Мы весь сезон вот так вот, в сключенном виде сидим. Надо делать растяжку, надо делать упражнения. Все это я делаю много-много лет, потому что у меня проблемы со спиной, и если я зимой не восстановлю себя, не помогу своей спине, своему организму, я тогда на следующий год, у меня уже не будет такой работоспособности. Так что будем всю зиму теорию изучать, начинать все с самых азов, все про наши культуры, про огород, и, конечно, про свой организм. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Пошла садить чеснок, садить или сажать, меня уж там поправили, не знаю точно, как говорить. Короче, высаживать пошла чеснок я.